Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать шестую главу этого послания. В этой главе апостол делает отчет о своей великой миссии, обращаясь ко всем, кому он проповедовал, приводя при этом некоторые аргументы и образ действий, применяемые им, об этом с первого стиха по десятый. Затем он обращается конкретно к Коринфянам и делает им предупреждение, очень горячо и подкрепляя их сильными аргументами. Это с одиннадцатого по восемнадцатый стих этой небольшой главы. И мы читаем первый стих шестой главы второго послания Коринфянам. «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Спаспешники – это те, которые спешат вместе с нами или вместе с Богом к нам навстречу. Святитель Василий Великий пишет, «Кто не ставит волю Божью целью всей своей жизни, чтобы в здравии доказывать родением о делах Господних труд, любви и во время болезни с радостью являть всякую стойкость и долготерпение, тот находится в опасности». То есть в опасности находится не тот, кто трудится во славу Божию, а тот, кто этого не делает. Потому что настоящая опасность – это вечное нахождение в аду, которое ожидает тех, которые не покорились воле Божией. Далее Василий Великий пишет, «Первая, величайшая для него опасность, что отчуждается от Господа, то есть не стремясь исполнять Его волю, отлучив самого себя неисполнением воли Божьей от части своих братьев, то есть тех братьев, которые идут путем спасения. А вторая опасность – это опасность, что осмеливается недостойно приобщаться у готованного достойно. Например, причащается тело и крови, отвергая само желание в себе исполнять волю Божию». Поэтому, продолжает Василий Великий, «И в этом необходимо помнить апостола, сказавшего, как спаспешники умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами, и призванные на место братьев Господних не должны оскорблять такую благодать Божию и изменять такому достоинству нерадением о воле Божьей, но более повиноваться тому же апостолу, который говорит, «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». Это цитата из пространного аскетического правила. Здесь Василий Великий обращает внимание наше на то, что мы, христиане, призваны на место братьев Господних. То есть, становясь христианами, мы входим в семью Иисуса, Господа нашего. Мы знаем, что у Него были названы братья и сестры. А Он говорит, тот мне брат, тот мне сестра и даже мать, кто исполняет Слово Мое. Поэтому, покоряясь Его воле, мы приближаемся всецело к Нему. И в послании к римлянам, 1 глава, 5-6 стих, апостол Павел пишет о Христе, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. То есть, благодать Божия нечетно была принята нами, о чем Павел пишет в 1 стихе. И она дана нам не как какая-то наша собственность, а в послании к римлянам, мы сейчас прочитали, это для того, чтобы покорять вере другие народы. Это не обязательно Словом, примером праведной, тихой, безмятежной христианской жизни. Далее 2 стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Что это за благоприятное время? Святитель Василий Великий пишет, «Этот век покаяния, а тот, то есть за гробом, воздаяние, этот делание, а тот отплаты, этот терпение, а тот утешение. Ныне Бог помощник, отвращающийся от злого пути, а тогда страшный и безошибочный исследователь человеческих дел, слов и помышлений. Ныне мы наслаждаемся долготерпением, а тогда познаем правосудие. Когда восстанем, одни на вечное мучение, а другие для вечной жизни, и каждый получит по своим делам». Это тот же трактат святителя Василия Великого пространные аскетические правила. Апостол Павел далее рассуждает, «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». То есть здесь он рассуждает о том, как важно служителю не послужить соблазном для самих верующих его паства. И если пастырь спотыкается, он становится притыканием для всех остальных верующих, когда нравственно и морально может оступиться или даже упасть. Далее 4 стих апостол Павел пишет, «Но во всем являем себя», то есть показываем пример, «как служители Божие, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, и далее, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истине, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке». То есть мы, христиане, должны являть себя, показывать в разных обстоятельствах, и в гонениях, и в преследованиях, и в славе духовной, чтобы для верующих быть назиданием и примером в каждой ситуации. И, конечно, легко быть примером для верных в нормальной ситуации, когда ситуация выходит из-под контроля, когда все нравственные и моральные понятия прокинуты во время военных конфликтов или как-то еще, но и тогда мы должны проявлять христианские качества, не забывая о том, что мы живем Христом и им существуем. В чести, в бесчестии, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Что значит «мы неизвестны»? То есть кто-то может спросить, а кто эти проходимцы? Кто они такие, что они из себя представляют? Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Миру неоднократно казалось, что церковь уже умирает, христианская. Пройдет всего несколько лет, и ничего не останется от церкви. Так думали те люди, которые осуществляли французскую буржуазную революцию в конце XVIII века. Так думали те, которые в начале XX века осуществляли сначала февральскую буржуазную революцию, потом октябрьскую большевистскую революцию. Так думал Никита Хрущев, который говорил, что он покажет последнего священника по телевизору. Так думают и воинственные либералы из Запада в наше время, когда они думают, что проект с христианством закрывается. Нет. Церковь жива. Нас почитают умершими, но вот мы живы, пишет апостол Павел. «Нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Амврастиастер пишет, апостол Павел говорит, как о наступившем, о том времени, когда могут грешники приблизиться к отпущению грехов. Как о наступившем, говорит он о том времени, когда от смертельных болезней лекарство может быть принято. И в этой связи выражает уверенность в исцелении больных, то есть нравственно больных. И остается только им приложить свою добрую волю и не пренебречь лекарством ради достижения целительного действия. «Следовательно, верою и бдением своим Павел отсекает все, что могло бы послужить падению неосмотрительного, дабы через их косность не образовалось основание для падения и его учеников». То есть своим примером апостол показывает, учит, что можно выживать в любой ситуации. И в послании Иакова 3 глава 1-2 стих сказано «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». И это перекликается с тем, что пишет Амбросиаст, он пишет «И оттого апостол добавляет ниже, чтобы не было порицаемо служение, ведь порицалось бы служение самих апостолов, когда бы своими делами они не дали образцов того, чему на словах учили». Поэтому не каждый должен становиться учителем. Надо приобретать какие-то нравственные качества. Правда, преподобный Ефрем Сирин объясняет, что в себе он не находит нравственных качеств и как бы не видит смысла в своей проповеди, а потом восклицает. «Я нашел смысл в своей проповеди. Я, утопающий в собственных грехах, буду кричать на всю Вселенную. Не становитесь, как я. Не становитесь, как я. И подходите ко мне близко, чтобы не утонуть вместе со мной». Нас оценивают и по делам, и даже по словам нашим. «Кого-то может оскорбить наш взгляд. Кто-то может раздражиться от чрезмерной полноты или от чрезмерной худобы. В одном случае скажут, что объедаются. В другом случае скажут, уморили себя голодом. Самоубийцы. Мы никогда не сможем угодить этому миру. Но мы должны стремиться проявлять доброту ко всем. И Павел далее, 11, 12, 13 стих. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Павел чувствует некую хладность между собой и коринфской церковью, особенно после того, как он отлучил прелюбодея, блудника в их рядах. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы». То есть, если наши сердца открыты для вас, распространитесь и вы, откройте ваши сердца. Вот эти слова «в равном возмездии» – это тринадцатый стих, «в равное возмездие распространитесь». Профессор Десницкий объясняет, Павел просит коринфян ответить взаимностью на его искренность, то есть не замыкаться от его открытости, а пойти навстречу. Далее апостол пишет, «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Виляром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы – храм Бога Живаго, вы – храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюся в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Здесь апостол Павел не просто что-то запрещает, он объясняет, почему нам нельзя подпадать под чужое ермо, что нам не надо иметь ничего общего с тьмою, с Виляром, никакого соучастия с неверными, потому что Бог хочет вселиться в нас, ходить в нас, быть нашим Богом, чтобы мы были Его народом, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. То есть есть эта цель, и мы к ней должны стремиться. Амбразиастер пишет, «Ясна противоположность в перечисляемых апостолам, и через нее он учит избегать ее, ибо сказал Господь, никто не может служить двум господам». Закон ведь проповедует справедливость в избежании несправедливости. Свет показывает истину, чтобы от неведения, которые тьма, отступились. Христос в таинстве Бога провозглашает, что дьявола, который хочет выдать себя за Бога, следует избегать. Верующим он, Христос, ожидает вечную жизнь, чтобы, отвергая вероломство, были чужды всех заблуждений неверующих. Идолов запретил почитать, поскольку храму Бога они враждебны. Вы храм Бога живаго. Ничто так не враждебно человеку, как идолы, поскольку соблазняют отступиться от веры в единого Бога. Идолы современного мира – это привязанность к деньгам, культ золотого тельца, это гневливость, это раздражение, это дух агрессивности. Все это ужасно. Павел восклицает, и потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, вседержитель. Здесь апостол Павел как бы пророчествует от имени Бога. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Это из послания Иакова, 4 глава, 4 по 7 стих. Итак, в окончании этой главы, 6 главы, апостол Павел призывает нас к некому исходу, «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я, то есть Господь, приму вас и буду вам отцем, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь. Вседержитель, Вседержитель, по-гречески пантократор, по-еврейски эль-шадай, это тот, который обеспечивает равновесие в таком неуравновешенном мире, в котором мы с вами живем. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать седьмую главу второго послания Коринфина первоверховного апостола Павла. Продолжение следует...